МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расположенные в опасной близости от дома. Само жилье еще было невредимо. Патрульные принялись стучать в окна, поскольку к двери из-за жара подойти было невозможно. Для крепко спящих хозяев эти тревожные стуки по стеклу оказались спасительными. Вся семья благополучно эвакуировалась через окно. Успели вынести и наиболее ценные вещи. Для хозяйки дома, которая работает педагогом, это был чемодан с учебными пособиями. На свежий воздух вытащили и двухмесячного котенка. В 2006 году семья пережила один пожар. Тогда вместе с домом погибла и любимица семьи – домашняя кошка. В этот раз питомца спасли. Собственно, как и сам дом, пожарные отрезали пламя на подступах к крыльцу. В этот раз огонь уничтожил баню, которую по назначению не использовали, дровяник и сарай. Что из этого загорелось первым и почему, пока неизвестно. На улице Ленинградской 29-летний водитель Субару Форестера стал участником аварии по вине своего оппонента. До столкновения участники описываемых событий двигались в попутном направлении – по улице Ленинградской в сторону привокзальной площади. Оба водителя ехали по крайней правой полосе. Первым двигался Марк-2. Все пошло наперекосяк во всех смыслах в тот момент, когда водитель седана решил опередить ехавший впереди него автомобиль. Для этого водитель начал перестраиваться во второй ряд, да так энергично, что не справился с управлением. Иномарку отшвырнуло на бетонное ограждение. Видя, что происходит впереди, водитель Субару Форестера стал смещаться во второй ряд, дабы избежать столкновения с неуправляемой Тойотой. Однако седан, ударившись об ограждение и получив новую порцию энергии, поскользил обратно к центру проезжей части. Туда, где и скрывался от нежелательной встречи водитель Субару. Ехал спокойно по Ленинградской. Еду, еду, еду. Они на высокой скорости, получается, начали обгонять машину. Их врезались в ограждение, их развернуло, и я в них врезался. Для Форестера удар был не сильным, но все же был. После столкновения из Тойоты вышли четверо не совсем дружелюбно настроенных молодых людей. Завидев патрульную машину, подъехавшую к месту ДТП, компания поспешила удалиться. Задержать удалось только одного. Разумеется, молодой человек сразу же заявил, что за рулем сидел не он. Трезвый владелец Тойоты Марк 2 появился на месте аварии спустя полчаса. Всю ответственность за случившееся автовладелец взял на себя. Редактор субтитров А.Семкин